По 10 тысяч рублей на каждого дошкольника, школьника и студента получат семьи участников СВО. Такое решение принял глава республики. Мониторинг безопасности пешеходных переходов у школ, детских садов и социальных учреждений проводят представители мэрии, автоинспекции и Единой России. Чтобы уберечь человеческие жизни, госавтоинспекция Карачева-Черкесии проводит профилактическое мероприятие «Пешеход по всей республике». 4-0 в пользу Нарта. Очередную победу на этот раз из Дагестана привезла команда футбольного клуба «Нарт». Как прошла игра и кто забил мячи? Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачева-Черкесия. Глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад. Таким образом, расширены региональные меры поддержки семей участников СВО в дополнение к действующим региональным и федеральным мерам, утвержденным президентом России. Пусть наступающий новый учебный год будет для всех деток плодотворным и увлекательным. Очень важно поддерживать наших ребят, их близких и родных, отметил Рашид Семрезов. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» продолжает мониторинг безопасности пешеходных переходов у школ, детских садов и социально значимых учреждений. Какова оценка состояния и безопасности, и как прошла проверка, расскажет Тарья Тендит. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Вопрос безопасности на дороге является частью стратегии комплексной безопасности детей в России, утвержденной указом президента. Подобный мониторинг проводят каждый год в рамках партийного проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Мы получили техническое задание провести мониторинг пешеходных переходов вблизи детских садов, школ, других учреждений, связанных с нашими детьми, детские поликлиники, детские больницы и так далее. В состав рабочей группы вошли представитель мэрии Черкеска, представитель госавтоинспекции МВД, представители, сотрудники регионального комитета партии «Единая Россия». Мониторинг происходил около социально значимых мест для детей – детские сады, школы, детская поликлиника и детская больница. В ходе совместного мониторинга на данном объекте возле дошкольного учреждения были проверены пешеходные переходы, дорожные знаки, дорожная разметка, которые все соответствуют требованиям национального стандарта. На данном участке нарушений не выявлено, поэтому все соответствует требованиям. Путь детей от дома до школы и обратно должен быть безопасным. Специальные обозначения на дороге, разметка, дорожные знаки, освещение и светофор. Но также важно проводить с детьми инструктаж о безопасности пешехода. Приглашают представителей ГИБДД. У них есть паспорта безопасности. Детям, соответственно, в рамках этих классных часов дети изготавливают памятки. Эти памятки вложены в дневник, где всегда можно увидеть и схему размещения дорожных пешеходных переходов. Жалоб со стороны родителей в плане безопасности перехода дорожного движения, что касается именно школы, жалоб не было. Несчастных случаев тоже не было по этой школе. Ранее был, но не по вине ребенка. Не по вине ребенка. Он переходил вот здесь на светофоре на регулированном и на красный свет проехала машина. Мониторинг показал, что критичных нарушений нет. Информацию о необходимости обновления разметок передадут местным властям. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. На днях в редакцию Вести обратились несколько жителей Хабетского района, обеспокоенные непомерно высокими, на их взгляд, суммами в платежках, в частности, за вывоз мусора. Большую часть территории Карачаева, Черкесия обслуживает региональный оператор «Глобус», отвечающий за вывоз твердых коммунальных отходов, в том числе в Хабетском районе. Как удалось выяснить у руководителя обслуживающей организации Любови Чернышевой, при поступлении квитанции, в которых число прописанных не соответствует количеству тех, за кого выставили платежку, необходимо взять справку в паспортном столе и с ней прийти в офис регионального оператора. Мы на основании этих данных делаем перерасчеты. Нам и принято решение, что будет осуществлен прием граждан в каждом населенном пункте. Просто администрации, главы администрации разместят свои объявления, в какие дни будут специалисты «Глобуса» приезжать в населенный пункт, но до этого нужно получить вот эту справочку. Без этой адресной справочки человек просто потратит свое время зря. Автоматически у нас есть мобильные компьютеры, которые сразу же подключены к базе. То есть специалист может увидеть всю ситуацию по базе и на месте решить вопрос с абонентами. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, с участием пешеходов, а также с целью их предотвращения Госавтоинспекции Карачева-Черкесии на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», в которое привлечено максимальное число пеших и мобильных нарядов. О значимости темы Альбина Ламкова. Основными задачами профилактического мероприятия «Пешеход» являются выявления пресечения и профилактика нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекторы напоминают водителям, транспортных средств, а также пешеходам основные требования при проезде и пересечении пешеходных переходов. К сожалению, на территории республики есть факты ДТП с участием пешеходов. На территории Карача-Черкесской республики с 1 января 2023 года было зафиксировано 64 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В 23 случаях из них виновниками ДТП являлись именно пешеходы. Если мы берем пострадавших, в общей сложности пострадало 40 пешеходов в этих 64 дорожно-транспортных происшествиях. И имеются, к сожалению, 4 случаи, когда у нас пешеход погибал. И в том числе есть один ребенок, совершеннолетний, который перебегал через дорогу. Для того, чтобы полноценно усвоить правила безопасного поведения на дороге, ребенку мало их выучить. Он должен видеть, как они действуют в реальной жизни. Видеть и положительный пример взрослых. У меня 5 детей. Детям мы объясняем, что надо переходить дорогу только на зеленый цвет, чтобы они всегда оглядывались по сторонам и не находились возле дороги. Потому что это очень опасно для жизни. Не надо идти в красный цвет, надо идти только в зеленый. В желтый надо готовиться идти, надо всегда оглядываться по сторонам. И на дорогу нельзя выходить. Камилочка, а если нет светофора, но тебе нужно перейти через дорогу, как ты это сделаешь? Я ищу зеленую и перехожу. Сначала оглядываюсь по сторонам и перехожу. Следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил. Запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. Я смотрел по сторонам. Когда машин нет, тогда нужно переходить в дорожный пешеход. Хочется обратиться к участникам дорожного движения, как к водителям, так и к пешеходам, с просьбой. Мы просим неукоснительно соблюдать эти простые правила дорожного движения, касаемые пешеходов. Пожалуйста, пресекайте проезжую часть в местах, где это положено. И в обязательном порядке, подойдя к проезжей части, смотрите по сторонам, посмотрите налево, посмотрите направо, как полагается. И только лишь убедившись в том, что проезжающих через данный участок за дороги автомашины нет, только в этом случае можете переходить через проезжую часть. При отсутствии тротуаров или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части. При таком направлении они должны идти навстречу движению транспортных средств. При несении службы на маршрутах патрулирования сотрудники госавтоинспекции республики у нас проводят беседы профилактического характера с водителями, также с пешеходами о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения касаемо правил пересечения проезжей части и соблюдения водителями требований вступать в дорогу пешеходу там, где он пользуется преимуществом движения. И стараемся при общении с участниками дорожного движения приводить им статистику, которую мы сейчас с вами обозначили, чтобы до них действительно эта информация доходила, и чтобы они могли воспринимать ее со всей серьезностью. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия. В Дагестане в рамках празднования столетия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова прошел Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии», цель которого – укрепление дружбы и добрососедства между народами России. Форум собрал журналистов региональных, федеральных и зарубежных средств массовой информации. Более 60 телерадиокомпаний и студий страны представили сотни работ. На протяжении трех дней журналисты принимали участие в мастер-классах, творческих конкурсах и круглых столах, выполняя основную миссию фестиваля – развитие национального вещания. Наша телерадиокомпания тоже представила свои работы. Две из них стали лауреатами фестиваля «Голос Евразии». Это материалы начальника службы радиовещания ГТРК «Крачева-Черкесия» Умара Тикеева и продюсера телекомпании Мадина Лайпановой. Отрадно, что наш филиал ГТРК «Крачева-Черкесия» получил целых две награды на данном конкурсе. И одна из них была именно по телевидению. Работа данная была направлена на популяризацию изучения родных языков. Собственно, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что нашим филиалам данные инициативы поддерживаются, и это радует. Фильм был короткометражно снят на абазинском языке. Было, конечно же, сложно, потому что из съемочной группы практически никто не знал данного языка. Но нам очень сильно помогли актеры абазинского театра, и спасибо им за это. Очередную победу привезла из Дагестана и команда футбольного клуба «Нарт». На игру в Дагестан «Нартовцы» отправились заранее, чтобы отдохнуть с дороги и провести тренировки на поле соперника. Несмотря на жару, футболисты «Нарта» смогли показать достойную игру и даже успели наколотить в гостевой встрече «Орд Дагестану» четыре мяча. «Орд Дагестан» – это молодая амбициозная команда, которая с первых минут пыталась атаковать, но «Нарт» приехал побеждать, и на десятой минуте первого тайма гол забивает Расул Бастанов. А на 22-й минуте Ахмат Джанкозов в команду ушли на перерыв с перевесом в два мяча. На 73-й минуте второго тайма уверенно пробил пенальти опытный Азамат Курочинов, и под занавес встречи отрыв становится 4-0 в пользу «Нарта». В девятку пробивает все тот же Курочинов, который является на сегодняшний день лучшим бомбардиром «Нарта» и первенства «ЮФО» СКФО. Вести связались с командой по телефону. Сказалось то, что наша команда, конечно же, сильнее, опытней, мастеровитей. И считаю, что рабочие три очка – закономерная победа нашей команды. Двигаемся дальше. Сейчас самое главное – не сбавлять обороты. До конца первенства осталось не так много матчей. Главное – не терять свои очки и продолжать в том же духе. В Пятигорске продолжается ежегодный Всероссийский молодежный форум «Машук», на который в год педагога и наставника собрались преподаватели, воспитатели, студенты профильных вузов из разных регионов страны. О том, как была представлена делегация из нашей республики и уровень подготовленности участников нашего региона, рассказал министр по делам молодежи Карачева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее. А наш выпуск завершен.